Наш эфир продолжает программа час Ивана Денисова здравствуйте Иван здравствуйте Сергей здравствуйте уважаемый слушателям во время прошлой нашей встречи в эфире мы говорили о том но о визите Трампа в Англию но тогда еще как бы рано было судить о том что произошло что произойдет каковы результаты и мы договорились что сегодня поговорим об этом давайте если можно Да разумеется тем более у нас получается сегодня весь выпуск будет связан с разными датами круглыми и не очень а я вот например для начала к вопросу о знаменательных датах с удовольствием поздравлю своего уважаемого соведущего Сергеева у него на днях был день рождения поэтому я еще раз повторяю с удовольствием поздравляю вас и желаю чтобы Вы оставались образцом здравомыслия уверенно это сбудется ну и чтобы радио оставалось самым главным русскоязычным радио в Соединенных Штатах ну здесь уже и мы постараемся Спасибо большое Иван спасибо Да всегда рад сказать правду ну а теперь да к Трампу и к его визиту я привычно благодарю Полину Волкову за помощь подготовки выпуска и хотя вы уже очень многое слышали Я наверное обозначу только несколько моментов которые мне показались важными но если говорить о негативной стороне то ее представил не президент конечно же а в который раз пресса потому что вот это вот буйное бурное как угодно называете Трампом помешательства оно в этот раз приобрело совсем омерзительный вид Вот вот почему поскольку пресса леволиберальная мейнстримно как угодно ее называйте зациклилась на том что Трамп кому написал в Твиттере как он повернул голову что он сказал что он сделал и так далее и тому подобное и сколько было идиотов протестующих против Трампа И из-за этого сложилось ощущение что визит Трампа это как бы самоцель а ведь это не так визит Трампа и в Британию и последующие события это вообще-то была дань памяти людям которые погибли освобождая Европу заодно освобождая весь мир от фашизма национал социализма И когда пресс делает все это о Трампе то признаемся честно это есть неуважение к погибшим людям это есть неуважение к их памяти и если вы посмотрите заголовки то ветеранов не так много их осталось несколько человек уже можно говорить Но о них ведь никто и не писал практически в левой либеральной прессе Трамп Трамп и идиоты на улицах Лондона и все вот это конечно отвратительно Англичане британцы если угодно да все таки англичане Лондон тоже на самом деле повели себя не самым лучшим образом Естественно демократические основы общества подразумевают что вы можете протестовать против кого угодно и как угодно Однако нападать на людей которые Трампу симпатизируют и такие случаи были их полным полно или вести себя так неуважительно именно вот в данный момент когда повторяю дело не в том что это какой-то визит официальный А визит нацеленный на то чтобы напомнить всем как свободный мир прежде всего США и Великобритания как раз Соединенное Королевство повторяю боролись с тоталитаризмом И таким образом вот все это хамское поведение на улицах хамское поведение мэра Лондона и какой-то естественной части британской прессы это опять же неуважение уже и к своим собственным соотечественникам которые погибли которых погибло даже больше чем американцы сами понимаете Поэтому здесь конечно же все очень плохо с точки зрения пресса повторяю если же говорить непосредственно о переговорах Трампа и которые все-таки состоялись и уходящей Терезе Мэй и поведению истеблишмента консервативного тоже в общем так себе Тот же Джонсон вероятно всего который и станет премьер-министром он вот вообще с президентом не пожелал встретиться У них состоялся телефонный разговор ну вроде по заверению всех сторон что разговор был доброжелательным и они будут сотрудничать Но вообще со стороны Джонсона это было не очень хорошо показал он себя каким-то человеком трусоватым потому что да истеблишмент консервативной партии тоже не особенно благоволит к Трампу но это проблема истеблишмента повторяю А Джонсону нужна политическая смелость которая была у той же Тэтчер например если он хочет консервативную партию возвращать на рельсы здравомыслия и политики 80-х годов когда консервативная партия переживала свой расцвет Другое дело что конечно же адекватные британцы они вели себя как следует адекватно например Найл Гардинер аналитик Херитедж и кстати говоря помощник Тэтчер в последние годы ее жизни он напомнил своим соотечественникам что так себя вести по отношению к Трампу плохо ну во первых потому что это то что я уже назвал вам причины Но и не только в этом дело Трамп напомню пообещал что в случае Брексита когда он наконец-то случится и у британцев хватит у британских политиков прежде всего хватит смелости его реализовать Трамп пообещал соглашение по свободной торговле которая пойдет экономике Британии очень серьезно на пользу И если вспомнить что Обама который напомню был категорически против Брекста и говорил что вот если Британия выходит из Евросоюза то им придется встать в конец очереди в смысле торговли торговых соглашений Трамп ведет себя совсем наоборот И как говорит Гарденер кстати в ряде случаев тоже критикующий президента по каким-то экономическим пунктам это не какой-то трампофил а просто здравомыслящий консерватор что Трамп самый про британский президент со времен опять же Рейгана И демонстрировать такое хамство по отношению к нему ну это извините ни в какие ворота А Притти Паттл который увы не будет участвовать в гонке за главенство в консервативной партии тоже в своем твиттере и в своих статьях в общем-то поощряла и призывала демонстрировать достойное отношение к президенту Соединенных Штатов Как к союзнику ну и мой любимый полковник да Ричард Кемп но он больше с военной точки зрения тоже напоминал о том что Трамп это как к нему не относись представляет нашего для британцев главного союзника и поэтому и вести себя надо соответственно Так что здравомыслящие британцы здравомыслящие американцы оценили визит президента разумно оценили визит президента как успешный поведение повторюсь идиотов и прессы Который раз на их и идиотов и прессы совести Что касается самого 45 президента то он здесь его достойный ответ это речь посвященная как раз 75-летию высадки союзников Речь у президента как правило очень достойная тут по-моему даже его противники признают кажется Акоста даже на ее похвалил И эта речь она тоже была очень сильная на мой взгляд поскольку президент в ней напомнил и о том как спасали представители и Соединенных Штатов и Королевство и Канады и Франции Все кто был объединен сражались с фашизмом освобождали Европу от него Напомнил что простые американские ребята для которых это вообще был первый для многих к сожалению последний выезд за пределы страны Освобождали чужие земли не имея никаких планов на захват территории долгосрочную оккупацию какие-то имперские амбиции и так далее А просто потому что так надо и потому что Америка несет в мир добро и только лучшее И на мой взгляд самым сильным эпизодом в речи президента было даже не то когда он рассказывал о ветеранах доживших до 75-летия до сегодняшних дней И обращался к ним А когда он привел историю о француженке простой которая на другой день после вот этих бурных событий то есть высадки Встретила американцев и американский солдат сказал ей не волнуйтесь мы американцы мы пришли помочь вам Я считаю что в этой фразе неизвестного американского солдата и заключена вся американская политика прежде всего послевоенная Да это не всегда получается не все так как хотелось бы самим американцам но американцы в 44 пришли помогать Европе И все что они делают прошедшие 75 лет в Европе в Азии в Южной Америке несмотря на пропаганду в том числе увы и внутри Соединенных Штатов Они приходят помочь они приходят нести только хорошее и за это все мы Америке благодарны и хорошо что Американский президент не побоялся об этом напомнить не побоялся про это сказать для меня это наверное главный итог Здесь я привычно умолкну если Сергей что-то добавит как всегда с удовольствием передам ему слово Ну и действительно некоторые даже левые СМИ отметили блестящую речь Трампа но потом правда переключились начали искать в попе сердца что называется то есть какие-то мелочи но выполнять свою задачу Задача перед СМИ также как перед демократической партией на сегодняшний день заключается в том чтобы уронить рейтинг президента Понятно что ни о каком импичменте речи быть не может потому что нет причин для импичмента нет то есть повод то им даже и не нужен они могут начать процедуру но Американский народ в большинстве своем эту идею отвергает поэтому их задача заключается в том чтобы как можно больше грязи накидать на Трампа может быть что-то прилипнет может быть рейтинги упадут и в двадцатом году Кто-нибудь из этого каравана клоунов демократов вдруг сможет одолеть Трампа если ему дастся его рейтинги сбить до такой степени и даже этот визит потрясающий потом начали так сказать выдавать негативную информацию Ладно сегодня есть еще какой-то в эти дни юбилей отмечается вы упомянули Да это официально это было в субботу или в пятницу в выходные так скажем 70 лет публикации романа который стал ну одним из пяти а то и трех лучших в двадцатом веке А если говорить о его значимости и о том как литературное ну или художественное произведение вообще отражает суть своего времени то роман наверное главное вообще для века который увидел идеологию тоталитарную идеологии разновидности социализма А потом его друзей вроде национал социализма фашизма и исламизма я говорю конечно же о романе 1984 да уже 70 лет хотя да вы помните название там переставлены 40 цифра 48 когда он писался но официальная публикация 49 и поэтому 70 лет За 70 лет прямо скажем роман не то что не утратил свою актуальность а кажется что он будто бы написан еще и с прицелом на день сегодняшний Он был вот в точности казался портретом советской системы когда я читал его я в 80-е годы Я считаю что эту книгу чем раньше ее прочтешь тем лучше мне было 14 да и по к ней периодически возвращаюсь И вижу что может быть не внешне но какие-то элементы романа они увы никуда не деваются и остаются Знаете в интернете есть такая популярная шутка портрет Оруэлла и подпись вы ничего не поняли я писал этот роман как предупреждение не как руководство к действию Увы очень многие восприняли его получается именно так При этом что самое интересное роман я уже сказал он и принято его считать важным великим и каким угодно Но он еще и по ряду опросов едва ли не главный роман консервативный 20 века едва видимо 21 потому что в условиях нынешнего литературного эстеблишмента Ну не похоже чтобы нечто подобное было написано и всерьез рассматривалось сверхполевевшими или запуганными критиками Так вот заедите на любой консервативный сайт где выложены списки самых главных романов литературных произведений консервативных Там почти наверняка будет 1984 и действительно роман стал оружием консерватора При этом то что можно считать абсурдистской ситуацией или такой исторической шуткой Вы же все наверняка знаете Оруэлта по убеждениям был человеком левым Социалистом и троцкистом все что с этим связано Но Кирк философ американский в общем то совершенно разумно указывал что во первых социализм Оруэлла был не оправдывал ни в коем случае Был таким что называют социалистом социализмом рабочего человека То есть платите мне побольше наработать поменьше и пусть начальство не лезет А какой-то научно-марксистскую основу у этого Оруэлла не было И что когда сам Оруэлл это я продолжаю мысль Кирка Увидел во что превращается социализм и что превратился даже То его нормальной реакцией было написать 1974 и умереть Вы знаете Оруэлл умер довольно таки рано собственно говоря в 50-м году И мы не знаем что бы с ним было проживем дольше Дело в том что именно левые ну левые которые стали разбираться и видеть что и как разочарованные левые Они опасность социализма и коммунизма и всего что с этим связано Видели гораздо лучше чем правые Потому что у людей правых изначально у них голова работает по-иному Им понять что такое левая идеология что такое социализм в принципе сложно Те же кто прошел через все эти для кого увлечения Для кого серьезное членство в партии А для кого и даже шпионаж в пользу Советского Союза Я говорю про американских например консерваторов вроде Чемберса Им было понятно что из себя представляет эта уродливая идеология Поэтому если вы посмотрите на основателей американского консервативного движения То увидите что бывших левых а то и просто бывших коммунистов там было довольно много И это помогло консервативному движению в Штатах быть таким сильным каковым оно и стало В Европе здесь сложнее таких людей меньше И не знаем что стало бы с Оруэлом Проживи он еще лет 10 хотя бы Возможно он бы разочаровался в социализме окончательно Возможно он бы укрепился в своем троцкизме Этого мы не узнаем Но если вот читать например его эссен 40-х годов То там знаете очень странное будет ощущение Я читал поэтому вам придется поверить мне Что вот человек вот идет вроде бы правильным путем Логически выстраивает все как надо И вы можете в его эссе прочесть например Что он хвалит даже капитализм Ну правда пишут что в 19 веке Америка 19 века это идеальный капитализм А вот потом все стало плохо Что на сегодняшний день такое засилие левой идеологии в прессе Это 40-е годы заметьте Что для писателя для журналиста Особой смелостью является написать Что капитализм это хорошо и религия это хорошо Что если выбирать между влиянием Советского Союза и Америки Британия всегда должна быть с Америкой Что критика его от политиков Изоляционистов Которые готовы хвалить и защищать любое действие Сталина А на вопросы критически отвечать сразу Вы что хотите войны с Россией и так далее и тому подобное Все как видите актуально на самом деле И вот так и ждешь А да еще хорошая фраза Но это она более актуальна все таки для нас Хотя нет для Америки тоже Что если стал пропагандистом то это как стал шлюхой раз и навсегда Это тоже Оруэлл Так вот ты ждешь что сейчас то вот Оруэлл и сделает последний нужный шаг И скажет что да и все это из-за социалистической идеологии Но нет вот только порадуешься таким его точным определением А дальше он пишет что спасет нас только демократический социализм Думаешь ну что ж такое то Ну как умный человек и остается вот в плену этой самой своей идеологии И повторяю не знаю что бы с ним было дальше И увы мы этого и не узнаем Но такие вот его точные идеи наблюдения и замечания Они конечно рассыпаны по его эссеистике Ничуть не меньше чем по его романам или повестям Если же возвращаться к 84 ну повторяю В советское время это было просто как реальная хроника жизни С пустыми магазинами Да помните была даже политика что какие то определенные вещи Должны постоянно исчезать такой искусственный дефицит С промыванием мозгов и всего всем подобным Но если мы посмотрим на мир сегодняшний То увидим что ну и у нас к сожалению Все немного по другому но сохранилось И в мире цивилизованном увы Очень многое из романа воплощено в жизнь Даже то чего может не было в такой степени Раньше до скажем веке 20 Но то что действительно и у вас и у нас совпадает Это засилие электронных средств массовой информации То есть экраны они везде У кого телевизионные преимущественно Как у нас У кого Айфоны, айпады, ноутбуки Все что угодно И помните у Оруэла были так называемые Двух минутки ненависти Пропагандистки Это тоже абсолютно одинаково Посмотрите CNN или MSNBC С их ненавистью к консерваторам и к Трампу лично И посмотрите любую передачу Первого, второго и любого другого канала Российского телевидения Где исходят ненавистью к западу Тамошние ведущие Даже уже правда не двух минутки А гораздо более продолжительные во времени Здесь все то же самое Что касается, например, мысли преступления Или лица преступления То здесь вы тоже это можете наблюдать Когда зачастую Здесь я говорю прежде всего Увы о мире западном цивилизованном Как мы все верим и думаем Когда левая пресса цепляется Каким-то словам Или так называемым кодовым И уверяет, что вот на самом-то деле Человек это думал Что такое ужасное, расистское и так далее Лица преступления Вы все помните Когда к несчастным ребятам Из школы Ковингтон И этим идиотам, якобы индейцам К ним их обвиняли в том Что там они стояли и улыбались Лица преступления в чистом виде Если вы посмотрите на три знаменитых лозунга Которыми руководствовалось Тоталитарное государство Описанное Оруэллом То увидите, что левый истеблишмент Либеральный Тоже взял их на вооружение Незнание это сила Помните, ну я русские переводы говорю Абсолютно мы видим Что биология у нас вычеркнута Потому что два пола заменены На какое-то дикое количество История игнорируется Потому что она вся белая и мужская Значит надо от нее отказаться Математика расистская Потому что в ней не могут добиться успеха Какие-то там определенные категории людей И список можно продолжать То есть ничего я не знаю Но гордись тем, что Ты представитель несчастной группы Если же посмотреть на то Что преподается В университетах европейских Например какие-то Gender studies Race studies Еще что-то То это вообще не знание Это не образование в принципе Дальше смотрим Мир это война Ну здесь казалось бы О чем вообще разговор Все вроде бы левые Они у нас за мир Они против войны И так далее и тому подобное Но при этом заметьте Что происходит Вы помните, что одно из главных Не главное, но одно из главных Так скажем, один показатель Один из главных показателей Военных действий Успешных военных действий Какой? Захват территории противника Своими силами Если вы посмотрите на то Что происходит в Европе И увы В Соединенных Штатах То происходит именно это Потоки мигрантов Враждебных западу Враждебных западной цивилизацией Они заполняют И Европу И увы Соединенные Штаты И происходит это Под поощрением Пособничеством левых То есть левые опять Ведут войну Против своих сограждан Вытесняя их Захватывая Убивая Если учесть Процент преступлений Совершаемых нелегалами Или если вспомнить Поощряемые Опять же Левыми аборты То есть мир Эта война Взят на вооружение Либералами Этот лозунг тоже Свобода это рабство Здесь даже и говорить Не о чем Вроде бы Левые либералы Уверяют Что они все за свободу И так далее И тому подобное Но свобода слова Ими уничтожается И Выживается Из университетов Опять же Из образования Свобода религии Для них это вообще Нечто страшное И Делают они все Чтобы наоборот За лозунгами О свободе Расширить Правая полномочия Правительства И полностью Подчинить Людей Своим Элитарным Институтом Правительственным И каким угодно Пожалуйста Оруэлл В чистом виде Все это Вы наблюдаете Уверенно Вокруг вас И в Соединенных Штатах И те кто нас Слушает в Европе Если мы Перенесемся На родные Российские Просторы Здесь Немного по другому Более прямолинейно Ну в принципе То же самое У нас Имеется даже Свой большой брат Ну да Довольно чахлый И перекачанный Ботоксом Но имеется У нас Все Как я уже сказал Пропаганда Промывания Мозгов На каждом Шагу И хотя Есть какие-то Попытки Противостоять Но увы Они Совсем Где-то На Окраине Нашего Мейнстрима И поп Культурного И медийного И если Вы будете Смотреть На те самые Три лозунга Которых я Говорил То Опять же Они у нас Реализуются Полностью Свобода Это рабство Нас уверяют Что освобождают От тлетворного Влияния Запада Но при этом Загоняют Во все больше И больше Контроль Правящей партии И всей Что есть И группы Даже людей Потому что У нашей партии Даже идеологии Нет правящей И группы людей Мир Это война Мы все видим Военные действия Которые ведутся Против Ближайшие К нам Республики Я имею ввиду Украину Конечно же Незнание Это сила Если учесть Что у нас Сейчас Изо всех сил Идеализируется Сталинский Период Советское Время И все Что с этим Связано И новейшая История Связана Опять же С большим Братом Владимиром Владимировичем То все Это налицо И заметь Как только Путина Не позвали Кто следил За этим На мероприятие По высадке То сразу По нашим Пропагандистским Каналам Пошло Что Да что это Вообще Такое И высадка Это не имело Никакого Значения И Все что делали Союзники Это вообще Об этом даже И говорить Не надо То есть Опять идет Извращение Истории Никто Заметь Не преуменьшает Деятельность Советской армии Во время Второй Мировой Но Это никак Не Не должно Преуменьшать И заслуг Союзников Которые Воевали Напомню И в Африке И в Италии И в Западной Европе И Британия Которая стояла Против Нацистской Германии Вообще В одиночестве Когда Советский Союз Был Вообще Был Чего уж Там Союзником Нацистской Германии Был и такой Эпизод Но все это Игнорируется Замалчивается И Получается Вполне По уру О чем Я и говорил Ну и конечно же Да Все мы Тут Живем С осознанием Того Что Большой брат Смотрит на нас И он так Уже надоел Если честно Что не знаешь Куда от него И деваться Одеваться К сожалению Некуда Но Тем не менее Ситуация Которая Вам изложила Она конечно Пессимистическая Увы Но С другой стороны Один раз Пророчество Уорвелла Удалось Если не полностью Опровергнуть То По крайней мере Их остановить Их развитие Как раз Это было К сорокалетию Его романа В периоде С восемьдесят Девятого По Начало Девяностых Давайте надеяться Что и то Что происходит Сейчас Хоть как-то Остановить Удастся Чтобы все-таки Его роман Великий Замечательный Какой угодно Но остался Главным Для двадцатого Двадцатого века А не Для Двадцать Первого Тоже Здесь Тоже я умолкну Если Сергей Что-то добавит С удовольствием Передам ему слово Давайте попробуем Принять Добрый день Пожалуйста Добрый день Добрый день Добрый день Давайте попробуем Добрый день Добрый день Добрый день И я не Вообще не слышу Ни цитирования Ни упоминания Этого автора Окей Такой упрек Ну я вам могу сказать так У меня к Виллеру Отношение Чист личное Не очень хорошее Давным-давно Я прочитал Его повесть Ножик Сережи Довлатова И она мне Очень не понравилась Потому что Да Я очень хорошо Отношусь К Довлатову Это лично Ничего не могу Поделать Но Повесть была Как видите Как бы это сказать Монологом Даже не монолог Очень хорошее Английское слово Рент Монологом Обиженного Человека Мне вот После этого Виллер в принципе Неинтересен Вот собственно и все Масса звонков Уважаемые дамы и господа Давайте мы сделаем Небольшой перерыв Послушаем рекламное объявление После чего вернемся И обязательно продолжим Возвращаемся в программу Час Ивана Денисова Телефон в студии По-прежнему 847-400 И давайте Попробуем Ответить на вопросы Радиослушателей Добрый день Пожалуйста За передачу Мне хотелось бы Узнать Как вы расцениваете Это маленькое По-моему Но все-таки Победа Трампа По поводу Мексики Да Он действительно Это даже важнее Важнее чем с Китаем Потому что сейчас Эмиграция Это действительно Угроза И то что Мексиканский президент Вчера еще говорил Что американская Исключительность Это ошибка Глупость И так далее А получив Перспективу Пошлины Сразу же Стал что-то делать Но это показатель Безусловно Ну и поскольку Звонков пока нет Давайте перейдем К следующей теме Еще одна годовщина Ну это скорее Печальная такая Да И как раз Про Китай Я уже говорил Что вот Пресса Так зациклилась На Трампе И на идиотах Из Лондона Что во-первых Призрела память Погибших В Нормандии Ну и Призрела еще И память Погибших В Китае На площади Тянь-Ань-Мэнь Там Конечно События вроде бы Локальные Но жертв То было Будет здоров Сколько Их полное количество Мы никогда И не узнаем Я напомню вам Очень коротко Что Там Началось Все С протестов С требованиями Разобраться В коррупции В том Что творится В верхушке Компартии Сначала Было Какое-то Даже Подобие Лидеры Это Бывший Комсомольский Босс С не очень Благозвучной Для Наслух Для русского Человека Именем И фамилией Ху Яобан Так вот Его сначала Сместили Потом он Умер И вот Демонстрации В честь Его памяти И переключились Потом В демонстрации Против Правящей Верхушке И Учитывая Внутренние Конфликты Так как Дэн Сяопин Был не очень Доволен Он вроде как Числился Такой Выше всех А реальные Коммунистические Лидеры Они между собой Ругались Припирались Он с ними Ругался И пострадали Как обычно Люди При этом Не стоит Думать Что Те Кто выходил На площадь Они Были уж Такими Антикоммунистами Нет Это были Вполне Себе Люди С промытыми Мозгами Они хотели Какого-то Подобия Перестройки Которая Была В Советском Союзе Но Китайцы Китайские Коммунисты Были куда Жестче И Получилось То Что Получилось А именно Минимум Тысяча Жертв Применение Силы Против Своих Же Граждан И Главное Заверение Китайских Коммунистов Что все Так и Должно Быть При этом Должен Заметить Что Американский Дипломатический Либеральный Истеблишмент Увы Тоже Сяв Повел Не с лучшей Стороны Так Получилось Что Посол Соединенных Штатов Джеймс Лилли Он Прибыл В Пекин Весной Восемьдесят Девятого Года И Так Получилось Что Человек Один из лучших Был дипломатов И специалистов По Азии Вообще Он там Родился Довольно Много Времени Провел Еще В детстве Потом Работал Оперативникам ЦРУ Дипломатом Тайвань Южная Корея Китай И Когда Лилли Все это Увидел То Он Сразу Отправил Меморандум В Госдепартамент Что Все эти Демонстрации Они Закончатся Кровопролитием Очень серьезно А Потом Уже Выйдя В отставку Лилли Узнал Что Его Меморандумы Так и застряли В Госдепартаменте До Буша И даже До его окружения Они не дошли Дело в том Что в Госдепартаменте Аналитики Придерживались Более радужного Восприятия Они считали Что китайцы Побоятся Общественного мнения В мире И что они К силе Не прибегнут И любые Доклады И аналитические Выкладки Которые Противоречили Вот этому Вот Консенсусу Они игнорировали Удалось бы Что-то Предотвратить Я не знаю Но Факт тот Что Лилли Все точно Предвидел И увы Его Не послушали А когда же После Происходившего На площади Многие Диссиденты Стали искать Защиты Ну может Не многие Но какое-то Их количество В том числе В американском посольстве То китайцы Стали практиковать Обстрелы Посольства К счастью Там мало Кто пострадал Это было Более психологическим Воздействием Объяснялось Это очень просто Якобы Где-то там Замечен Снайпер И поэтому Китайские Солдаты Просто начинали Полить По Зданиям Которых По идее Была Дипломатическая Неприкосновенность Тут Тут Уже В Америке Забеспокоились И отправили Никого-нибудь А Никсона Тот же Лили Кстати Это рекомендовал Тут к нему Прислушались Никсон Сначала Повел себя Просто здорово Те кто Присутствовал При его разговорах С китайскими Лидерами Просто поразились Тому как Он Сурово С ними Обращался И после Беседы Оцепление Было Снятым С американского Посольства И некоторое Количество Диссидентов Одного Знаменитого Я к сожалению Фамилию Не запомню Не выговорю Его вывести Удалось В Европу Правда Вот дальше Выводы Были сделаны Неправильные И увы Тот же Никсон Проявив себя Так хорошо Переговорщиком Его рекомендации Внешнеполитические Дальше Оказались Не очень Хорошими Потому что Никсон И большинство В окружении Буша Они решили Что Если Какие-то Санкции Да Были конечно Пущены в ход Но если Очень жестко Себя вести Против Китая То Скорее всего Китай Закроется Китай Предпочтет Еще более Жестокий Тоталитарный Режим И таким образом Надо им Пальцем Погрозить Но По рукам Не бить И Особенно Не жестить Говоря Современным Языком Увы Здесь Никсон Просчитался Я могу Понять Почему Как у Многих Президентов И демократов Республиканцев Он Был Забочен Сохранением Сохранением Своего Наследия И Он Помнил Сороковые Годы Споры В американской Политике Кто потерял Китай Он Помнил Что его Числили Даже его Враги Человеком Который Открыл Китай И ему Хотелось Таковым Остаться Но Проблема В том Что Коммунисты И Исламисты И Арабские Националисты Очень часто Шантажировали Запад Вот таким Своим Поведением То есть Если вы Будете На нас Давить То Вот Получите Сторонников Жесткой Линии И Все Будет Плохо Тот же Никсон Это Видел На примере Того Как Нассер Обхитрил Изенхауэра В свое Время Но К сожалению Выводов Не Сделал И Увы Китайские Коммунисты Почувствовали Свою Безнаказанность В Последствии Всего Этого Поэтому На сегодняшний день мы видим Китай Это государство Где вроде бы Какие-то там Рыночные Механизмы Функционируют Но в целом Это жесткий Контроль Коммунистов Это Цензура Это Все более И более Нарастающее Давление На своих Соседей И Китай Действительно Является Главным Источником Напряженности В регионе И В общем-то Возможно Что и в мире Потому что Россия Тут свои Тараканы Северная Корея Иран Тоже Но По своей мощи Китай Во многом Их обходит И по своему Вмешательству В дела Многих стран В том числе Соединенных Штатов Как вы знаете И да Во многом Этому привела Именно вот такая Реакция На Тянь Аньмэнь Сейчас Китайцы Контролируют Своё общество И Представить Себя Повторением Таких Волнений Увы Невозможно Но Тем не менее У Трампа И у его Команды Возможность Китай Ставить На место Есть Это и Экономическое Давление Которое Мы видим И Нужные Высказывания Когда Например Помпео На прошлой неделе Прокомментировал Напомнил Всем Что 30 лет Тому Как китайцы Убивали Своих же То Китайские Коммунисты Сразу же Возбудились И стали С пеной Рта Помпео Обвинять В чем угодно Тут Вы помните Опять и Путин Им на помощь Пришел Но там уже По другим Немного вопросам Но тем не менее Слились они В экстазе Ну вот На прошлой неделе Была опубликована Так называемая Индотихоокеанская Стратегия Пентагона Где тоже Указывалась Опасность Китая Но указывалась И на то Как Китаю Противостоять И вот здесь Тоже может Сработать Что интересно Никсоновская Доктрина И Никсоновская Политика Только уже В трактовке Трампа И его окружения А именно То о чем Мы с вами Говорили В прошлый раз Так как Милитаризация Пусть это Звучит страшно Но в данном случае Это разумно Союзников Прежде всего Японии В совокупности С теми Самыми Экономическими Мерами Вроде Пошлин И Постоянным Давлением На Китай Она Может Сработать Ослабление Вроде бы Военного Присутствия Соединенных Штатов Оно Как ни странно Может наоборот Сыграть На руку Западному Миру По тем причинам О которых Я тоже Говорил В прошлый раз Так как Япония Если она Будет Надежным Союзником Она будет Сильным Средством Для давления На Китай А союз На который Указывают Аналитики Пентагона Соединенные Штаты Японии Южная Корея Ну и да Не забываем Тот же самый Тайвань Это будет Способ Давить на Китай И все таки Заставить их Пожалеть О том Преступлении Которое Много было Преступлений Китайцев Против своего Народа Но в данном Случа Преступление Которое Мы вспоминаем Сегодня На этой неделе На прошедшей Неделе Это вот Тридцатилетие Расстрелу Бойни Резни Как угодно Называйте На площади Тяньаньмэнь Здесь видимо Мне пора умолкать Ну может быть Успеем принять Один или два звонка Добрый день Пожалуйста Добрый день Господа Я Вы знаете Иван Я Месяц назад Я был в Китае С организованной Эскурсией И наши гиды Китайские Очень Грамотные Образованные На Телеманскле Нам сказали Что это была 100% организованная Провокация Америка В частности Президентом Буша И вообще В ней участвовали 17-летние 80-летние Мол Студенты Которые не понимали Что они делают Все лидеры Сбежали в Америку Стали миллионерами Но Как обычно Это в коммунистическом Мире происходит Что это была 100% провокация Американцев И что это Они в этом Вот это официальная Линия Потому что я думаю Если нам эту линию Несли Наши гиды То я думаю Что такая же Официальная линия В школах Что это было Спровоцировано Американцами Там дети Поднялись Они не знали Что они делают А лидеры Сбежали в США Вот такое Вот такое Последнее Последнее новость Из Тинемен Скуэра То что нам Нам говорили К сожалению В российской Официальной прессе Примерно То же самое Звучит Но слушайте Вы же знаете Коммунистическая страна При всем том Что они достигли Добились Но они в принципе Это Как наши Те же гиды Что это повернуло Немного В другую сторону И результат Чего они все таки Добились В конечном итоге Сильно процветающая страна Я говорю Что не хватило В союзе В России У них мозгов Это сделать А они это сделали И в принципе Страна добилась Очень много Тут нельзя это отрицать Все друзья мои К сожалению Я вынужден вас прерывать Поскольку времени Не осталось Спасибо за звонок Иван и вам огромное спасибо И до встречи В следующий раз Спасибо До встречи